Да, этому составу еще преображаться и преображаться. Друзья, напомню, что 1000 лайков новая серия, сразу же на следующий день. Так что давайте заберем эту 1000, чтобы новая серия вышла как можно быстрее. Ну а мы с вами, ребята, начинаем новый выпуск. Ну и что ж, с вами снова я, Мэдрик, и давайте попробуем преобразить этот состав так, чтобы он выглядел более-менее прилично. Мы собрали достаточно большое количество лайков, 1000 лайков было набрано аж первые 2 часа, и я безумно вам за это благодарен. И сегодня мы с вами возьмем и прикупим, наверное, нового галкипера, либо найдем его в свободных агентах, и, возможно, усилим фланги, либо центр полузащиты. Посмотрим, вы накидали достаточно большое количество вариантов, и я сегодня с этими вариантами разберусь. Интересно, кто в итоге будет в нашем составе, и как к этим игрокам мы по итогу придем. Давайте сначала прошерстим свободных агентов. Зачем деньги лишний раз тратить? Давайте просто посмотрим, может быть, кто-то есть среди вратарей в свободных агентах. Тот, кто бы нам прямо очень хорошо бы помог. Да, здесь есть, конечно, вратари, которые, в принципе, имеют вроде неплохие статы, но, ребята, здесь нет самого главного вратаря, на которого я сегодня рассчитывал. Это, друзья, Дехея, его, в принципе, вообще нет. То есть, я как бы только не писал, его нет, серьезно. Есть какой-то Рубен Дехея, и все. Как это пиратская копия? А где Давид Дехея? Ладно бы, если бы его еще взяли в другой клуб. Но ведь его вообще нет. Его нет в игре. Серьезно? Может, он под другую фамилию какой-то? Флантана, например? Вряд ли. Вот от поворот. Они не добавили Дехея в свободные агенты. Серьезно. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить вам про свой телеграм-канал. Именно он является спонсором данного выпуска. Да, я сам себя спонсирую, получается. Жестко, да? Но, тем не менее, если вы не хотите пропускать новые видео, а также знать полностью все о канале, о его жизни, да еще и дополнительно обо мне, то советую перейти в наш телеграм-канал по ссылочке в описании. Подписаться, и тогда вы точно ничего не упустите. Также я там частенько нонсирую стримы. Так что, ребят, вперед по ссылке в описании. Ну, а мы продолжаем данный видеоролик. И продолжаем строить Унион Берлин. Ну, может, кто-то среди полузащитников есть? Кого мы могли бы взять? Давайте посмотрим, поищем. Посмотрите, Чавес ищет новый клуб. Какой-то интересный украинец. Рома. Мы с ним знакомы с прошлой FIFA, кстати. Мы так и не смогли его протестить в прошлой FIFA. Возможно, в этой FIFA он все-таки к нам придет. И есть еще Венгры, очень интересный. Ну, а еще бы я хотел посмотреть одного очень приличного футболиста. Это футболист сборной Казахстана, Бахтияр. Зайнузинов. Да, вполне себе круто подойдет на фланг. Если, конечно, у него все хорошо с рейтингом. Но я хотел бы видеть в своем составе казаха. Например. Я до сих пор не могу понять, что за хейт Дехеи. Почему его нет в FC24? То есть, они начинают новую эру без Дехеи. Это, ребята, полный гринж. Без этого вратаря, мне кажется, вообще, в принципе, сложно представить какую-либо серию FIFA. За что его убрали из игры? Он же просто свободный агент. Про него все забыли. Его даже другие клубы никакие не взяли за это трансферное окно. Я вообще личный фанат Дехеи, если что. И мне как-то очень больно, что его нет в игре. Давайте петицию напишем, а? Причем, смотрите, они добавили Захаряна даже в игру. На секундочку, Арсен Захарян есть в FIFA. Тоже фланговый игрок, перспективный причем стоит. И вообще на него огромные надежды возлагают. Но почему нет Давида Дехеи? Это один из самых крутых вратарей в мире. Я просто не понимаю. Ну, объясните мне, пожалуйста, в комментариях. Я очень сильно бомблю. Я попробую сейчас унять эмоции, и мы продолжим. В Испании, кстати, есть еще один интересный вратарь. Это Морадишвили. Да, конечно, это не Давид Дехеи, но, в принципе, крутой вратарь. Но у меня может на него денег не хватить. У него отступные 63 миллиона. Жесть. Он, наверное, стоит где-нибудь 35 миллионов. Да. Вы, кстати, заметили то, что эмблема Ла Лиги в этом году похожа на эмблему клуба Чертанова? Блин, реально похожа. В этом что-то есть. Так, ну, еще у нас, конечно, есть вариант с свободными агентами. Можно просто весь рынок прошерстить. Я, кстати, попробую прошерстить не только полузащиту, попробую нападение посмотреть. Может быть, там есть кто-то, кто бы мог в этом году нам помочь? Может быть, там есть кто-то, кто мог бы в этом году нам помочь? И, кстати, Вега до сих пор свободный агент. Ну, наверное, хватит его уже приобретать, блин, на сфифу в фифу. Что и делаем, то приобретаем Вегу. Все, заканчиваем это безобразие. Жаль, что у меня уже больше нет агентов. Здесь есть хорошие ребята, которых бы я хотел посмотреть. Например, тот же Эллиан Джаст. Тот же, например, Михаэль Джонстон. Осман Бакари. Тоже очень круто выглядит. Кстати, Денис Черышев до сих пор здесь есть. Ну, в принципе, это неудивительно. Он в Венецов до сих пор играет. Про него тоже не забыли. Так, ну, смотрели там нападающих, а если посмотреть ЛП? Видите, в чем самая главная наша проблема? У нас денег не так много. И это всегда печально. Когда нет денег, ребята грустнее живется. Ладно, пока игроки просматриваются, мы, пожалуй, с вами приступим к матчу к Дармштадтам. После этого матча мы обязательно продолжим поиски. Плюс еще в этом матче, наверное, уберу пока Хидиру. Поставлю французского опорника. Посмотрим на него. Еще плюс вот этого опорника мы заменим на Хабрера. И Бануччи выпустим в старте вместо, наверное, вот этого паренька. Мне Бануччи побольше понравился, несмотря на то, что он уже возрастной футболист. Ну, и если будет проваливаться, мы, конечно же, его заменим. Я до сих пор не могу простить FC24 то, что нет Дехеи. Может быть, я что-то делаю не так. Ребят, давайте в комментариях меня поправим. Сделаем так, чтобы я наконец-то смог найти Дехею. Помогите мне найти Дехею. Дехея объявлен в розыск. Ладно. Давайте начнем этот матч. А дальше уже после этого матча приступим к друзьям Трансера. Кстати, Дармштадт проиграл суперматч. Они также играют в контратаку. Ну, то есть, такая же схема поведения должна быть, как и с Майнцем. В принципе, я готов к этому матчу. Давайте покажем красивый футбол на Форест Парк Стадион. Вперед, погнали. Так, по трибунку показывают. Раздевалку Дармштадта. Блин, прикольные заставки в этой части. Так, Дармштадт, Унион, Берлин. Давайте покажем сегодня хороший футбол. Друзья, я настроен сегодня только на победу. Ну, пока не можем мы взломать оборону Дармштадта. Ну-ка, если удары издали сделать. Ух ты! Это было великолепно. Жаль, что этот мяч не залетел в ворота соперника. Но там, кстати, летело в девятку. Ооо, момент-то какой! Сейчас просто опять галки при нас вытаскивает. Слушайте, а может быть его не надо менять? Ну, он же хорошо играет. Эмири! Ох! Крутой удар. Ну что, Дармштадт снова атакует? Атакуют они красиво, атакуют они мощно. Ну, благо у нас есть Юранович. Подача! Удар головой. Ну, здесь, конечно, ребята, так себе все было. Пока что Волан слился с газоном. И, знаете, у него всего 5 касаний мяча. Это маловато. Не очень я доволен игрой моей команды. В принципе. Такое ощущение, что нам не по зубам просто на данный момент. Команда соперника. Ну и первые планы окончены. Счет на табло видите сами. 0-0. Так никто и не забил из нас. Возможно, какие-то изменения нужны. Но опорник вообще у нас даже не играл как будто бы. Нужно что-то придумывать, ребята. Кстати, 8 минут пишу, что осталось. Если реально подождать эти 8 минут, что-то изменится или нет? Мы, кстати, этим сейчас и займемся. Я сейчас 8 минут подожду, потом вам, ребята, расскажу. Так, 38 секунд. Момент истины. Начнется ли встреча сразу после 30 секунд? Фикция это или нет? Ну, кстати, счетчик действительно шел. Три, два, один. Ииии. Серьезно, там будет нули? Так, чем я занимаюсь? Нет, так же 36 секунд. Короче, он обратно возвращает счетчик. Понятно. Но хотя бы там реально время идет. Это уже хорошо. Так, ну здесь нарушение правил было. Так, судья, смотрите, здесь ставит. А рисовать будет? Будет рисовать еще. Выставляет стеночку. Так, сегодня день экспериментов просто, ребята. Посмотрели реально счетчика. Ну, как оказалось, он идет, конечно, но матч не начинается после того, как он закончится. И сейчас будет пробивать соперник. Ну, здесь даже хуже, чем у нас. Пока что 0-0, ребят. Матч, мягко говоря, не сдается вообще. Эмири. Эмири пробивает. И опять вратарь вытаскивает. Эмири. Удар. И опять вратарь. Слушайте, сколько у него сейвов уже? После матча обязательно посмотрим. Но это, мне кажется, ненормально, что у него столько сейвов. Подача. Удар головой. Блин. Да что ж такое? Мы сегодня забьем или нет? Бануччи. Да. Мяч не летит в ворота соперника. Вот вообще. О, Дармштадт. Так, тихо. Бануччи. Да е-мое. Вратарь, возвращайся быстрее. Что происходит? Что происходит в этом матче? Ой, 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 ой. Как красиво разыграли. И сейчас забивать нужно. Мяч не летит просто в ворота. Давайте попробуем сделать замену. Даже не выпустить-то некого. Давайте, ладно, вместо Воланда выпустим Дехранса. Может быть, он сможет что-то показать. И, пожалуй, все. Хаббер меня полностью устраивает. Центр хорошо работает. Центр снабжает мячами. Работаем-то замечательно. Где просто забитые мячи? Корона с мячом. Корона в центр. Удар. Это опять сейв. Мне нужен этот галкипер, походу. Надо посмотреть, будет его рейтинг. Это просто что-то невообразимое. Что вытворяет данный футболист? Так, а если мы вот так разыграем? Если еще и тут, скинем. Если и тут, ударим. И все. Матч окончен. Ребята, как бы мы ни били, 0-0. Должны были выигрывать. Я недоволен. Просто посмотрите на это количество ударов. Вы только взгляните. Да, их же у соперника, кстати, больше почему-то. Но, на мой взгляд, мы смотрелись намного предпочтительнее. Давайте посмотрим на оценочки. Да, вратарь хорошо у нас сегодня сыграл. Ну, 4 сейва сделал. Но, вратарь у соперника сделал больше сейвов. И один раз вытащил из девятки. Вы только взгляните. Это с рейтингом 67. Я не понимаю, почему мы сегодня не забили. Я просто не понимаю. Может быть, у вас есть объяснение, ребята? Сначала команда ведет в счете, а потом вдруг ничья. В смысле ведет в счете? Это был 0-0. Какой ведет в счете? Вы что, угораете, что ли? Мы будем поддерживать друг друга, но вы совершенно не правы. Мы не вели в счете. Был счет 0-0. Весь матч. Юин Берлин считается командой лучше, чем сегодняшний соперник. И поэтому многие ожидали победы. Так, лучше, хуже, идите нафиг, короче. Я не буду тут объясняться, почему та или иная команда не сыграла так, как должна была сыграть. Мы сегодня били. Просто у них был вратарь на кураже. Если бы он получил больше игрового времени, это помогло бы изменить результат? Пусть докажет, что я ошибаюсь. И покажет хорошую игру уже в следующей встрече. Ну ладно, спасибо. Угорал я знатно, конечно, из-за того, что 0-0 это мы вели в счете, оказывается. Ну да, да, ребята. Матч получился так себе. Будем честны. Так, а что там по отчетам? Есть ли новые игроки? Лопес подает надежды. Куатры. Ну, пока что мы смотрим за ним. И есть еще Абукхал. Куда-то скинулись мои те игроки, которых я ставил сюда. Что? Где? Где футболисты-то? Мы так не договаривались. Кстати, по Веге придет скоро отчет. Но Вегу мы брать не будем в этот раз, наверное. Хотя, я подумаю. Фати играет в Брайтоне. Вот за кого обидно, это за Фати, да, ребята? Просто в аренду в Брайтоне немножко. Хотя, возможно, он вернется сильнее. Кто знает. Энтони играет в Матчестер Юнайт. Причем играет неплохо. Тимбер это игрок Арсенала. Ну, понятное дело. Все как, в принципе, в реальной жизни. Все трансферы вроде бы нормальные. Так, давайте взглянем в центр трансферов. Пока еще ни по кому не пришли отчеты. Ну, у нас там немножко времени остается, чтобы решиться по итогу. Чавес ли Рома? Единственный вариант у меня остается. Слушайте, у Ромы не совсем хороший темп. У Чавеса все-таки темп побольше. Плюс Чавес может на некоторых зонах играть. Смотрите, у нас и ценники есть. Конечно же, это Чавес. Пойдемте заберем Чавеса. Пока есть такая возможность. Мне кажется, сейчас игроки будут на вес золота в конце трансферного окна. Попробуем на 5 лет его подписать. Игнорируем отступные. В итоге не удалось игнорировать отступные. Игрок продавил свою линию. У него будут отступные. Но мы попробуем в следующем году убрать у него эту позицию. Либо купить потом лучшего игрока, если ему продаться. В принципе, отступные меня устраивают. 49 миллионов. Это прям круто. Еще, конечно, я удивлен, что игроки теперь продавливают. Прикиньте, продавливают свои условия. А? Видели, у меня прическа сменилась? Смотрите, Кастр пришел заценить нового игрока. Тут они что-то общаются. Чавес, здравствуй. Почему буква G? Он должен был быть нашим игроком. Короче, баг на баге в этой FIFA. Луис Чавес. Что ж, добро пожаловать в нашу команду. В нашу Тиму. 80 трейтинг у него оказывается. Я думаю, что он уже достойно основы. Конечно, Хаббер был неплох. Но Чавес, это, ребят, новый уровень. Плюс еще он классно может помочь в защите. Давайте Хаббер пока уберем. На Чавес в следующей встрече посмотрим. Но у нас еще не все. У нас еще остались деньги на подписание. 13 миллионов. Сейчас будем думать дальше. Меня, так кстати, никуда не приглашают. Просто просили посмотреть. В итоге, что там и как. Не приглашают. Так, по другим лигам. Здесь пока ничего не могу сказать. Это мы посмотрим, что в середине где-нибудь сезона, что там происходит в других лигах. Единственное, что я хотел бы посмотреть, это... Друзья, что там по составу Интера? Я же не могу, да, посмотреть. Не, я пока только свои могу. И через соревнования Лиги Чемпионов. Может быть, на состав Интера в Лиге Чемпионов посмотрим как раз таки. Так, Тюрам, Кросс, Кросс, Винтери. Интересненько. Баррелла, Лемар. Слушайте, ну состав-то у них вполне себе крутой. Я скажу, что этот состав способен даже в Лиге Чемпионов зацепиться за полуфинал. Реально, крутой состав. Так, а что у нас по стратегии команды? Чем-нибудь изменилось? Нет здесь? Ну я, ребята, тут чуть-чуть хотел поменять. Но, как оказалось, я зря это сделал. Я не смог потом в итоге нового тренера вратарей нанять. Пришлось вот такого вот брать. Это не совсем круто, да. Я согласен. Давайте, ребята, добавим дополнительного тренера сюда. Может быть, появились кто-то? Вот, да, например, опытный. Смотрите, есть. Бем. Добавим его. Ну да идеального нам еще не хватает чуть-чуть. Ну и здесь можно добавить, в принципе. У нас деньги пока есть. Чуть-чуть потратимся на тренера. Защите. Во, тоже классный, опытный, молодой человек. Можно еще одного будет добавить, но это потом. Полузащита. Думаю, что можно вот этого нанять. И еще одного давайте наймем в атаку. В третьем потом разберемся, как денег будет больше. Хотя нет, у нас даже нет больше на нападающего. Нет, к сожалению, больше на нападающего тренера нормального. Поэтому чуть позже еще раз попробуем. Так, пришли окончательные отчеты по игрокам. Кватара. 73 рейтинг. Не подходит. Сирану в итоге оказалось 68 рейтингом. Надо будет посмотреть, что там по итогу по остальным футболистам. Может быть реально пришли уже полноценный отчет, а не просто по их стоимости. Нет, полноценный отчет так и не пришли, только стоимости пока доступны. Но меня здесь никто не устраивает, если честно. По Зайнудинову вообще ничего не понятно и не ясно. Зайнудинов походу очень долго будет смотреться. С вратарем тоже, ребята, разобраться сложно. Вега, кстати, стоит 23 ляма. Можно было бы взять его. Заодно и заценить, как он хорошо прокачивается в этой фи. Почему его так пиарят? Реально, пиарят Вегу. То ли агент Веги занес денег, ей спортс, то ли еще что-то. Ну че это такое? 23 ляма стоит футболист. Слушайте, ну я не могу отказаться от этого подписания, мексиканцы. Да, возможно, это неправильно, но... Ребят, 23 миллиона стоит, паренек. Мы можем просто спокойно залутать денег. От этого нельзя отказываться. Ни в коем случае. Медрик бизнесмен, можете писать. Хэштег. Но мне реально нужны деньги, поэтому я Вегу покупаю. И в будущем мы его тупо продадим, если что. И купим какого-нибудь игрока получше. Вега, здравствуй. Легенда нашего клуба. Рейтингом 80. Ну правда здесь ЛФА, он 79. Но все равно, все равно отлично. Нужно еще какого-нибудь молодого, перспективного взять на фланг. И вообще картинка сложится. Хотя бэкер хорош, на самом деле, ребят. Бэкер реально хорош оказался. Мне нравится, как он открывается по флангу, как он играет. Это прям открытие века для меня. Так, а если мы берем одного ЛФЗ, например. Сюда Вегу воткнем. И Вегу выпустим в следующей встрече, как раз таки испытать данного футболиста. О, слушайте, а давайте возрастного паренька продадим. Да, он наш капитан, конечно. И продавать его в Лейпциг не надо было, надо было тогда в ПСВ сливать. Наверное, нет, в Лейпциг не буду продавать. Придет каком-нибудь еще предложение. Но возрастных игроков надо будет слить. Наверное, этим я сейчас и займусь. Заодно и раскидаю тренировки футболистам. И вообще, по-хорошему, надо бы контракты продлить с теми, кто действительно останется. Банучи, наверное, нет уже. Потому что, ну, вы сами понимаете, ребята. Продлевать с ним контракт такой себе. С вратарем еще, наверное, продлю. Здесь можно будет. Ну и у нас, в принципе, конечно, да, вот он, возрастной футболист. И по нему пока еще ничего не ясно. Может быть, в декабре его продлю в последний момент. Здесь продажи, наверное, голкипера. Но единственное, что сколько у нас там их? Раз, два, три. Здесь 18-летний, 57 рейтингом. Давайте вот этого продадим. Баска, либо Буско. Кралла мы продлим. Может быть, развиваться еще будет. Еще на три года. У нас есть в аренде Фафана, которая находится. Но, ребята, пока арендованные игроки меня вообще не впечатляют. Поэтому никого возвращать не будем. Ну и продавать, по сути-то, некого. Если посмотреть по возрастным футболистам, здесь, конечно, да, их много. Тот же ЛФЗ и, ребята, тот же Корона, например. Сколько мы мексиканцев набрали? У нас три мексиканца в составе, которых мы взяли. Это Чавес, это Корона, это Вега. Просто крутые мексиканцы. Хорошего рейтинга. Такая Мексика Дрим Тим. Почему в СМИ пишут про то, что Дармштадт нас уделал? Мы их уделывали. В смысле? Мы были лучше. Камон. Почему нас так гнобят? Не может быть такого. Остается, в общем, 10 часов до конца трансферного окна. Очень сложно что-то сказать по игрокам. А 18-летний игрок, кстати, можно его в аренду отправить. Может быть, может будет развиваться. Нас просто банально гнобят. Новая Англия. Команда называется. Новая Англия Революшн. Вот это клуб. Где он находится? Так. От очередного футболиста избавляемся. Якоб Баск. Либо Буск. Уходят от нас. Если он Якоб, он, наверное, все-таки Баск. Избавляемся от Басков. Денюжки прибавились. Но это не самое главное. Самое главное, что пришло еще одно предложение по нашему центральному защитнику. Наверное, капитана мы сливать в это трансферное окно не будем. Давайте, ребята, его оставим. Потом продлю я с ним контракт. И сольем, возможно, в январе. Только напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я его продал или нет. Или оставим капитана, пускай рубится им месяца. Тем более, за 7 миллионов мы сейчас никого не купим. Да и за 10 тоже. А так хотя бы будет футболист в центральную линию. Ну, в общем, ребята, конечно, у нас тут... Так себе ситуация получается с вратарями. Прям совсем. Кстати, сколько лет этому и Турбое? 19 лет пареньку! Он находится в арене в Дармштадте. Ну, как он тащит? Ребята, я хочу посмотреть его. Вот правда, что хочу, то хочу. Я хочу посмотреть данного футболиста. По Кралу пришло предложение из Лацио. Но нет, Крал остается пока что. Мне нужны запасные опорники. Возможно, Крал еще будет развиваться. Здесь непонятно. Взяли мы, конечно, Эмери. Вроде как нормальный молодой футболист. Ну, блин, такое ощущение, что я что-то упустил. Мне бы, наверное, ПЗ еще нужен был. Но я уже не успею. Надо было раньше оставлять задачи. Можно, кстати, попробовать на будущее как раз поискать ПЗ. Заодно и вы, ребята, что-нибудь в комментариях напишите про игроков. Будем искать молодых, наверное, ПЗ. И перспективных. Самое важное. Но сейчас я не найду, наверное, таких. Здесь-то, блин, плохо ищется. Куда делись остальные игроки, которых я уже находил, я не знаю. Ммм, интересный тоже футболист. Танишич. Еще я хотел на Шешку посмотреть. Но Шешку мы не потянем точно. Там футболист просто, ребята, высокого уровня. Бенджамин Шешку. Это чувак, который подает надежды. Да тот, который сейчас очень много стоит. И я, наверное, не смогу у Лейпцига его в будущем забрать. Но попытаться все-таки, ребят, надо будет. Да, к сожалению, это трансферное окно мы, наверное, пропустим. И я сейчас деньги все в итоге переведу в свой бюджет молодежки. Будем искать молодежь еще дополнительно. Все равно я сейчас уже никого не куплю. Поэтому давайте наймем и организуем работу нашего молодого отдела. Молодежные основы. Будем искать мы, пожалуй, вратарей каких-нибудь крутых. Я думаю, что стоит еще одного нанять скаута. Тем более, что у нас есть возможность нанять суперского скаута. И давайте Хорвата поищем какого-нибудь интересного. Может быть, нам повезет. Можно даже вот позицию теперь выбирать. Вау. Вот это хорошее нововведение. Давно такого не было, чтобы ей спорт заволили то, что хотят сами игроки. И в этом моменте они красавцы. Нам нужен ПЗ. И желательно, ребята, конечно, хорошего уровня. Хотя в Хорватии, наверное, мы ПЗ не найдем. Среди их хороших правых защитников я знаю, что испанцы. Испанцы, они реально крутые. Поэтому давайте там поищем. Пускай наш скаут. Да, потратили мы, кстати, достаточно много денег. Но ничего. Я надеюсь, что все эти вложения окупятся. И мы в итоге найдем какого-нибудь крутого игрока. Да, ребята, кстати, жаль, что я не могу взять Занудинова. И он не перейдет, так как он совсем недавно оказался вешкотаж. Так что это трансфер минус. Джаст, ну, здесь я вообще не знаю, что он из себя представляет. Хотя можно попробовать просто как-то на замену взять футболист. Тем более у нас с левым флангом всегда беды были. А этот перспективный вроде как хочет быть. На годика три так его подпишем. Если что, сольем в следующем году. 8700 хочет в зарплату. Интересно, какой у него рейтинг? У этого австралийца. Ну, я его так, знаете, ребят, мельком встречаю. Типа, да, мы еще увидимся. Типа, судя по всему, он все физические тесты провалил. Новый футболист Юнинг Берлин. Взял себе 22 номер. Эллиан Джаст. Прекрасная сделка. 66 рейтинг. Ну, так себе, да. Будем, походу, его сливать. В зимнее трансферное окно, если нам дадут это сделать. Есть еще один катарец. Но я уже, наверное, так рисковать не буду. Что у него что-то с напором совсем все плохо. Джонстон есть. Тоже интересно выглядит. Но непонятно, что у него по владению. По навесам, по дриблингу. Ладно, тоже можно посмотреть. Наберем в собой бонус агентов, что продадим. И все. Будем зарабатывать деньги. Тем более, он не регуляр, о чем хочет быть. Он особо возникать, наверное, не будет. На 3 года подпишем его. Игнорируем вступные. И зарплату, наверное, ему как джасту буду платить. Может, меньше даже. 24 года все-таки. И немножко бонусов кину. Нет? Слушайте, он неизителено это посчитал. Значит, у него неплохой рейтинг. Ладно, зимой к нему вернемся в случае чего. Можно было бы взять украинца. Здесь хотя бы мы знаем стоимость. Рома есть еще. Как запас вполне Ром подойдет. И надо будет потом зимой избавляться от других там опорников, центральных полузащитников. Ну, слушайте, ну здесь зарплата, наверное, большая будет. У Рома. Вступные хочет десятку. Ну, наверное, ладно, я соглашусь с этими отступными. Зарплату, кстати, он хочет 28 тысяч. Если что, за десятку его спокойно может быть продать. Будем делать бизнес. Я так подумал, почему бы и нет, ребят? Почему бы не взять Рома? Может быть, это будущее нашего состава. Кто знает. Хотя 28 лет ему, какое будущее? 75 рейтинг у него. Да, как раз-таки можно будет с распродажей зимой устроить. Блин, хотелось бы взять этого футболиста. Просто взять на перспективу. Может быть, реально он тебе что-то представляет. Ладно. Так, ребят, я тут нашел еще одного игрока. Поискав там... Пока я не знаю, сколько он может стоить, в принципе. Но я думаю, что данный футболист будет чисто на перспективу. Нам нужны перспективные игроки. Тем более, в Аяксе их всегда было много. Я решил все-таки забрать этого футболиста. Проглажу где-нибудь ему 2700 за него. Я надеюсь, что его отдадут мне. Реально крутой перспективный футболист. Ладно, за 2800 я его заберу. Да, возможно, его первоначальный рейтинг вас удивит. Но я очень надеюсь, что реальная жизнь совпадет с тем, что покажет мне игра. Потому что в реальной жизни он реально хорош. Что будет тут? Пока ничего не могу сказать, ребят. Зарплата у него всего 500 евро. Это вообще мизер для нашего клуба. Хато переходит в наш состав. Крутой футболист. В будущем, надеюсь, будет. Сейчас, да, у него рейтинг 68, ребят. Сейчас у него, конечно, так себе рейтинг. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Тем более, что у нас нет молодых перспективных центральных защитников. И, наконец, такой появился. Будем его выпускать иногда, тестить. Почему бы и нет? Тем более, он может играть на позиции левого защитника. И, возможно, я его перестрою на эту позицию. Тем более, у него темп 79. Может быть, перестроим его и на другую позицию. На позицию, например, ПЗ. Но это, опять же, вы можете решить в комментариях. Вы вместе со мной будете решать будущее всех футболистов. А пока я буду расставлять тренировки игрокам. О, нифига себе. Потому что за 5 недель можно будет игрока прокачать. Что будем качать Эмери? Я думаю, что ему побольше нужно качать пасы и дальние удары. Он частенько у нас на ударную позицию выбегает. Так, Хату. Типичный, наверное, бронительный ЦЗ. Давайте перехваты будем качать. Давайте слабые стороны прокачаем игроку. Ну, Штайна я не знаю, как качать. Может быть, вратарь Либера. У него со скоростью все плохо. Ладно, пускай в балансе качается. Наверное, так и останется у него баланс. Ну и вот этого молодого опорника тоже будем прокачивать. Я не уверен, что из него что-то получится. Ну, окей. Дальше. Остальных, думаю, трогать не стоит. Единственное, что я вегу, наверное, попробуем попрокачивать. Чтобы слабая нога стала лучше. Чтобы нам было удобнее играть. И вот этого центрального защитника тоже попрокачиваем. Потому что Банучи сейчас через месяцок уже в рейтинге сильно скинет. Я вот в этом уверен точно. Ну, он остается сейчас до конца трансферного окна. Так и ничего не происходило. Ребята, за это трансферное окно толком предложение тоже не приходило. Ну и мы взяли чисто молодого игрока на перспективу. Я не уверен, что из него что-то выйдет. Но будем верить и надеяться на лучшее. Впереди у нас матч против Лейцега, кстати. Трансферное окно окончено. Я хотел бы посмотреть, что там в итоге в мире по трансферам происходило. Кто кого по итогу взял? Александр Арнольд будет играть в Арсенале. Все-таки они договорились. Дэвис будет играть в ПСЖ. Мартинелли в Барселоне. Джеймс в итоге тоже в Барсу перешел. Также отмечу то, что Варан теперь игрок в Наполе. Да, к сожалению, Дехея здесь и в этой ферии FIFA почему-то нет. Не понимаю, что произошло. Тони Кросс в Интер ушел. Лемар в Интер. Это мы уже видели. Я вам показывал состав Интера. И, наверное, то, что я мог упустить, это можно было Делла Круза взять из Риверплейта. Но тут я немножко простоволосился. У меня денег бы не хватило на него. Тоже крутой футболист. С неплохим потенциалом. Несмотря на то, что ему 26 лет. Наши трансферы вот они, друзья. Еще раз вам напомню. Взяли много свободных агентов. Взяли моего молодого перспективного игрока. Взяли еще одного молодого перспективного игрока. И взяли и отдали Шефера. Потому что нам больше не нужны центральные полузащитники. Буфал оказался рейтингом 7,6. А мы, в общем, ребята, продолжаем двигаться дальше. Следующий матч против Лейпцига будет. Это тяжелый матч. Поэтому нам нужно ни в коем случае не проиграть его. Мы первые две встречи провели в ничью. И это сильно на нас давит. Я думаю, что сейчас можно попробовать будет, конечно, бэкера в атаке выпустить. Хотя, ладно. Пока так, выйдем. Мне нужны будут скоростные защитники центральные. Банучи пока будет на скамейке. Потому что скорость Банучи остались желать лучшего. Да, 45. И сейчас, я думаю, стоит незамедлительно приступать к игре. Контрпрессинг. Контрпрессинг у Лейпцига. Лейпциг всегда высоко прессингует. Пытаясь вернуть себе мяч в атакующий третий соперника. Они умны, быстрее стараются воспользоваться переходными фазами. Создавая моменты сразу же после получения мяча. Да, походу, вот это ливерпульский стиль. А не то, что я говорил про Майнц. Короче, ребят, будет сложно. Нас будут гнобить и гнобить сильно. Но посмотрим, что в итоге получится. Ну, команда готова. Я сегодня буду биться. Так же, как и Вега будет биться. По номерам так и не разобрались, ребята. Какой номер кому давать. Поэтому все еще жду ваших комментариев. Унион Берлин. Лейпциг. Что ж, посмотрим, на что мы способны будем в этом матче. Так, самое главное, ребята, не терять мяч. Лейпциг нас будет наказывать. И наказывать жестко. Если что-то пойдет не так. Они играют в контрпрессинг, поэтому чисто тупо длинными передачами надо играть. Не дай бог это травма. Не дай бог это травма, ребят. Всего лишь желтая. За такой подкат желтую. Это подкат сзади. Алло, Реф. Блин, я не то, что хочу засушить игру. Но, ребят, смотрите, как он играет. Лейпциг. Посмотрите, они сразу двумя идут игроками вперед. Попробуем растягивать. Линию обороны у них. Овсайд. Слушайте, они и на офсайде нас ловят. Я не представляю, что мне делать. Апенда. Быстро. Быстро забили. Двенадцатая минута. Лейпциг ведет. 1-0. Мне нравится, как играет Лейпциг, конечно. В контрпрессинг, все дела. Но мы должны играть лучше. Давай. Давай, опорничек. Как он тут вообще оказался, я не знаю, ребят. Ну, вот так вот. Ну, обратно нужно возвращаться. Так, Эмили. Центр. Воланд. Забивать надо было Воланд. Хави. Симонс. Удар. Благо мимо. Корону пытался здесь спассинговать. Хави Симонс. Они падают. Просто падают в нашей зоне. Специально. Пытаются заработать финальти. О, Хави Симонс. И, ребята, нет. Рюноу. Что вытворяет этот голкипер? Выбить? Просто выбить туда, куда-нибудь подальше. Нас жмут со всех сторон. Яга. Я знаю, кажется, как контрить, но это... Пойдет это или нет в будущем. Непонятно. Подача. Удар. Нет, это была скидка. Никто не пошел к этой скидке. Потому что думали, что это удар. Провал, ребят. Просто провал. И провал Тавернера. Ладно. Ужасная первая половина встречи. Мы могли проигрывать более крупным, конечно, счетом. Но то, что я сейчас увидел... Нет, не нравится. Что делать? Вообще непонятно. Мы пока держимся, конечно. Кстати, игроки вообще наши не устали. Не знаю, что будет во второй половине. Бекера, возможно, надо выпускать вместо Воланда. Но где-нибудь на минуте 60 выпустим его. Плохо я провел, возможно, трансферное окно. Но мне денег немного было. Ладно, я тут уже оправдываюсь. Не надо оправдываться. Надо играть хорошо. Просто банальный. И играть хорошо. Все. Больше ничего не надо делать. Кроме как пытаться сыграть хорошо. Нарушение. Судя, ты что делаешь? Какое там нарушение? О, Апенда. Это гол. 2-0. Лейпциг наиграл на этот второй мяч. Это, в принципе, понятно было, что Лейпциг сможет это сделать. Ну и что здесь делать? Смотрите, как высоко играет Лейпциг. Он просто стилиник контролирует. Откуда у них столько сил, я не понимаю. У нас, конечно, сил побольше осталось, но у нас игроки банально теряют мяч на пустом месте. Уокер. По-моему, офсайд был, нет? Нет, офсайда не было, но нам сейчас повезло, что Рену затащил. Давайте бекера выпустим. У нас игроки просто банально мяч не получают. И они даже не выдыхаются. В принципе, они не бегут за игроками. У меня, конечно, есть одна идейка неплохая. Попробовать сменить нашу игру по флангам контрпрессингом. Как у Лейпцига поставить. Тупо отзеркалить игру соперника. Верно? Но нет. Но нет! Поздно, походу, уже это делать. Давайте попробуем контрпрессинг. Мы, конечно, его не наигрывали вообще. Но у нас силы есть. Надо будет воспользоваться этим шансом. Пока силы есть. Почему же он так горит от того, что соперник играет лучше? Что-то меня прям реально бумораживает это. И вот и четвертый залетает. Чего-то я делаю не так. Чего я делаю не так? Не знаю. Байкер. Отлично сыграно. Не забивать сейчас надо. Фух. Какой пот. Три мяча мы, конечно, дополнительно еще не забьем. Это точно. Но хотя бы сейчас что-то покажем. Текстурки слетели с болельщиками. Смотрите. Теперь болельщики все белые. Я только сейчас заметил. ПК-версия. Ты, конечно, настолько баганутая, что просто жесть. И все, друзья. Встреча окончена. 4-1. Ужас. Полный непросветный ужас. Надо что-то сказать. Пресс. Соперник, блин, разорвал нас. Чего он такой довольный? Мой аватар. Чего за дела? Я недоволен вообще. Да, мы забили последний гол. Но игра была уже проиграна. Не правда ли? Как объяснить такой результат? Они лучше играли. Вот и все. Да. Два матча и не одной победы для клуба Юниона Берлин. Лейпциг был бы просто лучше, так получается. Это временно. Я надеюсь, что команда все-таки сможет построиться, потренироваться, и у нас будут лучшие результаты. Неприятный результат, особенно в матче против клуба Лейпциг. Как такой результат скажется на уровень уверенности игроков? Я думаю, сейчас не время это обсуждать. Мы с командой разберем наши ошибки. Да, ошибок много было. Очень много. Мне нужно это, ребята, переварить. Впереди, кстати, Лига Чемпионов. И мы попали в группу С. Здесь Реал Мадрид, Наполи, Брага и как раз таки Унин Берлин. Я не представляю, что с нами сделает Наполи либо Реал Мадрид. Я просто, ребята, не представляю. Впереди матч против Вольсбурга. Давайте к нему перенесемся. Я надеюсь, что этот матч мы хотя бы сыграем лучше. Кстати, пока руководство нами довольно, но что будет дальше, ничего не могу сказать. Они тоже играют контрпрессингом. А если мы в этом матче попробуем выйти и сыграть тоже контрпрессингом, почему бы и нет? Может быть, у нас все получится. Посмотрим. Вперед выходить на поле. Ой-ой-ой. Если мы и Вольсбургу проиграем, то мне нужна будет, ребята, ваша помощь. В том, как мне играть. Уровень я не буду игры уменьшать. Я буду пытаться на этом уровне тащить. Но все-таки хочется победы, друзья. Хочется победы в этой встрече. И надеюсь, что она будет. Так, Унион Берлин-Вольсбург. Либо Вольсбург и Унион Берлин играем мы в гостях. Прошлую игру мы проиграли. Но это вроде никак не сказалось на настрое наших игроков. Но вот вопрос, как это скажется на игре против Вольсбурга. Потому что Вольсбург, ребята, играет в той же контрпрессинговой манере. И нужно будет как-то подобрать ключик к этому контрпрессингу. И вот момент, смотрите. Ах, корона просто уничтожает игрока вместо мяча. Ладно, смотрите, Вольсбург что-то вытворяет. И наш вратарь пока его затащил. Но мне не нравится. Мне не нравится, что происходит. Вот этот контрпрессинг. Блин, как против него играть? О-о-о-о. Это я. Это я виноват. Признаю свою ошибку. Здесь зря я пошел водиться галкипером. И накосячил. Все-таки жаль, что я не смог взять Дехею. Дехея вообще в принципе нет. Но и будем пытаться тащить тем, что есть. Вранович с мячом. И здесь просто сыграть центр. Удар и гол. Наконец-то Волан сбивает. 1-1. Очень хорошо сыграно, ребята. Но это еще не все. Уольсбург состав, ребят, сравним с нашим. На мой взгляд, опять же. У них в составе есть Каминский. В принципе, очень неплохой игрок. Перспективный. У них также есть еще, ребята, центральный полузащитник. Классный, который нам забил уже. Опять тут ребята давят нас, как могут, игроки Вольсбурга. Но благо, что наши игроки здесь тоже молодцы. И вот так вот сделать. И корона здесь не успевает на фланг. Все равно мы продолжаем играть флангами. Правда, не настолько яро. Ух ты. Ух ты. И сейчас просто выручает нас Рионов. Как же играет. Как же играет соперник. Просто жесть какая-то. Мы не можем даже из зоны выйти. 59 минута. Еще 1-1. Вроде это не так уж и плохо. На самом-то деле. Так, Воланд. Воланд. Это 2-1. Слушайте, мы не наиграли на этот второй мяч. Если быть честным, мы на этот второй мяч вообще не наиграли. Если быть, ребята, честным, мы на этот второй мяч вообще не наиграли. Ни капельки. Воланд. Воланд в итоге сделал то, что сделал. Да. Он все-таки Воланд, конечно. Но иногда я его называю Воландом. Потому что мне прикольно осознавать то, что он как Воландеморт. Иногда для нашей команды. Что? Вот я сейчас полностью вина галкипера. Вы, ребята, видели, как он пропустил? Это что такое? Это что за пропущенный мяч? Че это? Че он делал? А, завозился здесь с мячом. Но благо опять забрал его обратно благодаря контрпрессингу. Ну и что? 2-2 после первой половины. Веселая игра получается против Вольсбурга. Ну и у нас спать игроки не выдохлись. Че-то тут не то. Команда не использует свою силу полностью. Которая ей дана. Че-то не то. Попробую так сыграть. Здесь вот попробовать. Вот похитрее чуть-чуть. Поланд. И отлично. Поланд молодец, да? Красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Арнольд. Какой выстрел. Да ё-моё. Как мы пропускаем этого футболиста? Защита. Ну-ка, соберись. Ну, здесь просто нужно вот так вот сыграть. Опорничек наш постарался в этом моменте. И вот так вот сделать. Да-да-да. Хорошо. Вега. Вега. В центр. И. Че это было? Как? Ведь и не было там оффсайда. Надо было четверто забивать. На этой контратаке. Пойду за валидолом, что ли, схожу. Так, я принял валидол. Теперь надеюсь, что я не буду так сильно переживать. Концовки. И на эту, надеюсь, на реакцию мою точно не повлияет это. Воланд. Надеюсь, не смогу я отдать, наверное, нормально. Попробуем сами набежать. Смотрите, проят вегу. Вега же там стоит, да? Ну, мы сами попробуем пробить. Нет. Тоже не получилось. А, давайте сделаем замену. Пожалуй. Бекера выпустим. Воланд. Тут хороший такой забег сделал. Но бекер будет быстрее. Так, Воланд. Уходит. Бекер выходит. Ну, соперник пытается разыграть до последнего. Так, подача будет. Вимеры. Подает вимер. Это куда-то туда в молоко. Ну, тот же второй темп атаки пошел. Удар. И это гол. Что? Как он это пропустил? На последней минуте. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Как? Ребят, ну что это такое? И судья свистит. Хитрик. Фоланда не помог. К сожалению. Вольсбург, конечно, затащил игру. А у нас получается третья ничья. И одно поражение. Три очка всего. Четыре тура прошло. Фоланда молодец. Что я могу сказать. Прекрасная игра. Но играли ребята, конечно. Голл забил на последних минутах Вольсбург. Что скажете об ответном мяче на последних минутах? Что могу сказать в футболе-то, блин? Я безумно недоволен командой. Сегодня команды были равны. Что скажете об игре? Я скажу одно. Мы должны были выигрывать. То, что было в этой встрече, это просто какой-то сюр. На последних минутах вообще непонятно, что произошло. Ну а у нас впереди Лига Чемпионов. И матч ЛЧ, конечно же, я также проведу сам. Надеюсь, там нам больше повезет. Ну а на этом все, ребят. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за лайки, за комментарии. Напоминаю, как только мы набираем тысячи лайков, выходит новая часть. Новая серия. Предлагайте свое видение игры, номера футболистам. И в следующий раз я обязательно, ребята, все поменяю. И, возможно, мы поменяем и видение игры. Контрпрессинг тебя зарекомендовал хорошо. Мне понравилось то, что команда вытворяла. Но, к сожалению, ребята, чуть-чуть не додержали. Но надеюсь, додержим в следующий раз. И сделаем даже больше. Ведь впереди у нас ЛЧ. А с вами был Мадрик. Всем пока-пока-пока. Всем пока. Также рекомендую заценить остальные видосы, которые вы видите сейчас на своих экранах. И посмотреть предыдущую часть, там тоже было интересно. И заходите в телегу. Там, ребята, я оставляю анонс о стримах и остальной деятельности. И оповещаю вас о новых видосах.